Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я в очередной раз хочу с вами подискутировать. Вы сейчас прослушайте мой монолог, а после этого в комментариях под данным видеороликом вы сможете высказать свое мнение насчет всего этого. Ваше мнение может быть какое угодно. Оно какой-то, знаете ли, цензуре, какому-то бану не подлежит. Только если вы не будете писать, мол, айди в телеграме, и типа тут продается оружие. Вот за такое будет бан. Ну или, знаете, не оружие, а что-то даже вот похуже. Я не буду говорить, что. Тем не менее, вы все это сделать можете. Просто вам напомнил. Точно так же вы можете сделать под любым видеороликом. Ролики, хочу вам напомнить, выходят каждый день в 20.00. Каждого дня. На протяжении долгих-долгих дней, недель, а также месяцев. Но перед всем этим хотел бы вам сказать, что Arizona, Rolliplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Conor, по которому вы сможете получить себя на банковский счет, либо на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов, все это находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда, ознакомливайтесь с информацией и заходите на Arizona Rolliplay. Вы не пожалеете, это топ-1 проект в Сампе с 11 игровыми серверами на нем. Поэтому, ну, сами понимаете, зайти, посмотреть и, возможно, остаться играть, это дело святое, житейское и все-все-все прочее. Ну, значит так, о чем я сегодня с вами хотел поговорить. Я вот, знаете ли, так долго и так упорно делал ролики про Absolute Rolliplay и так долго убеждал людей в том, что как можно на нем играть, ведь там же играют одни боты, наборы нулев, а циферок единичек. Однако, какого-то хуя постоянно под этими видеороликами находились реальные люди, которые недовольны тем, что я сказал. Ну, с этого, наверное, стоит задуматься. Может быть, там есть и нормальные люди? Возможно. А как были привлечены эти самые нормальные люди? Может быть, они были привлечены как раз-таки вот с этих вот самых ботов или как их там называют, АФКшников? Ну, давайте сегодня мы и разберемся, так ли плохи боты на GTA-самп-серверах. Начнем, наверное, не то чтобы с конца, как в фильмах какого-нибудь Скорсезе или там Тарантино или, блядь, я не знаю, Феллини Продакшена, вот. Значит, вообще боты, да? Че такое боты? Боты — это, по сути, неживой набор циферок и единичек, который занимает слот на игровом проекте. Можно ли назвать ботом человека, который просто стоит в АФК на этом самом сервере, не принося никакой пользы проекту, с которым нельзя никак повзаимодействовать? Можно ли такого человека назвать ботом? Да, разумеется, можно. Так вот, дорогие игроки Absolute Roleplay, чем отличается АФКшник, стоящий и ничего не делающий, от бота? Ну, вы себе придумали такую легенду, и успешно ее развиваете, успешно ее придерживаетесь, и каждому человеку, который обвиняет Absolute Roleplay в накрутке ботов, вы предъявляете то, что это как бы, ну, не боты вовсе, то, что это как бы игроки, просто они стоят в АФК, но какой от них толк? Скажите мне, вы с ними можете поиграть, повзаимодействовать, купить у них машину, дом или нечто подобное? Возможно сделать такое или нет? Ну, вот, вы лично, как считаете сами. Возможно? Ну, насколько я понимаю, нет. Ботов еще не научили покупать имущество и делать все прочее. Если бы их научили этому, то, ну, можно было бы еще подумать, чем вот такой вот, так сказать, бот, АФКшник, отличается от обычного игрока. Но в данном же случае эти самые АФКшники, или как я их называю, боты, используются для завышения онлайна, для того, чтобы в каком-нибудь мониторинге не знающий человек, который заходит на проект, видел, ага, онлайн большой, значит, ну, проект, наверное, крутой. Вот есть какая-то, знаете ли, там, Arizona Roleplay, на которой 11 тысяч человек, а есть Absolute Roleplay, на котором играют больше человек в будние дни. Ну, вот, допустим, возьмем один очень простой пример. В будние дни, школьные какие-то дни и все прочее, на Аризоне играет человек 300-500, вот в это вот самое, знаете ли, школьное время, где-то с 7 часов утра до, ну, до часу, до двух по московскому времени. На серверах играет 300-500 человек. На Аризоне на Absolute в это же время играет 700 человек. Игра, ну, как играет, стоит в АФК, да? И какой с этого толк? И вот тут стоит задуматься, а может быть, боты, они не так уж и плохие? Ведь создается впечатление того, что в GTA Samp играют. И с этим самым впечатлением можно завлечь новых игроков. Но сомнительно, сомнительно. Если человек захочет поиграть в GTA Samp, то он, ну, найдет, где можно поиграть. Тем более, у нас есть Аризона. Есть у нас и Advance, и Diamond, да и прочие серверы SampRP, в конце концов. А тут, ну, как бы, какой-то Absolute Roleplay, который забирает аудиторию себе. Как такое выходит? Как такое получается? Ну, непонятно. Я вот лично сам захожу на Absolute Roleplay и вижу, что там дохуища АФКшников. Как мне играть? Ну, чисто вот так вот. Если там онлайн написано, циферка онлайна 700, а я захожу, и там человек 100, то, ну, а как играть-то тогда? Непонятно. Ну, ладно, может не 100, может 200, но написано-то 700, а людей-то всего 200. Ну, странно. Выходит. Для людей-то. Или нет? Или вы считаете, что это до сих пор нормально? Вот так вот, когда происходит. Ну, считайте, как хотите. Лично я считаю, что, несмотря на все, что я тут сказал, боты на GTA Samp серверах, это опухоль GTA Samp. Вы можете со мной соглашаться, либо не соглашаться в комментариях под данным видеороликом. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Все это находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok